Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Сегодня мы отправимся в 50-е, где сериал познакомит нас с доктором Хайнеком, которого нанимает правительство, дабы успокоить волнение среди граждан. А если быть точнее, то пресечь начинающуюся массовую истерию, основой которой послужил тот самый случай в Розвилле в 1947 году. Но как успокоить толпу, если люди и тут, и там говорят, что видят, сталкиваются или слышат пришельцев? Правильно, надо разобраться с такого рода свидетельствами, используя научный подход. Но нашему доктору придется по ходу расследований столкнуться не только со свидетелями НЛО, но и с правительственными заговорами, людьми в черном и прочими тайными загадками. Два, три, восемь, четыре, шесть, два, девять, восемь, шесть, три, два, восемь. Сам сериал основан на реальных исследованиях Джозефа Аллена Хайнека для ВВС США, а спродюсировал его дядька, знающий толк в хороших историях, Роберт Демейкс. Отдельное спасибо лично от меня за то, что Эйдан Гиллиан, он же Петер Мизинец Бейлиш, наконец-то играет не злодея. Немного о самом проекте. Проект «Голубая или же синяя книга» – один из серий проектов систематических исследований, поступающих в сообщениях неопознанных летающих объектов, проводившихся в ВВС США в середине 20 века. Начавшись он в 1952 году, он представлял собой вторую волну таких исследований. Первая включала в себя два подобных проекта «Сиджин» и «Грудж». Исследования были прекращены в конце 1069-го. Спасибо, Википедия. Что же касаемо самого сериала, у нас тут псевдодокументальный клон Грани и Шерлока Холмса. Причем здесь грань понятна. Тайны, загадки, люди в черном, заговоры. А Шерлока здесь можно увидеть в том, что порой за странными мистическими загадками вовсе нет никакой мистики и все проще, чем кажется. Или же нет. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравился данный обзор, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мою группу ВК и Инстаграм. Буду рад вас там видеть. А я же вам желаю только интересных сюжетов и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok